приветствую всех мои дорогие друзья зрители и подписчики моего канала с вами павел сколько месяцев прошло вместе 4 по моему да я по моему забросил где-то феврале не вот я снова вернулся причин то в принципе много аж почему я забросил и тому подобное так далее и тому подобное в общем но попробуем доиграть опять же не исключаю что сегодня может быть также и первая последняя серия имею ввиду этого прохождения ну хотя чертова знает вот забыл и даже на чем мы остановились тут помню только что империю цен вообще мы конкретно нагнули вот даже забыл на чем остановились помню что мы колонизацию какой-то земли последний мы завершили я даже не помню какой вот почему же я так долго отсутствовал да спросите вы но причин много об этом я конечно сообщу в каких-нибудь других сериях причин конечно много и первую очередь отсутствие постоянного роста подписчиков на канале причем такого нормального стабильного он нестабильно то отпишется то подпишутся в общем что то такое но так или иначе пришло время вновь заявить о себе так сказать и вновь вернуться польша что касается польши немцев наверно надо выгонять окончательно отсюда так что касается польши я даже не знаю что касается польши так посмотрим что можно еще сделать китайцев мы вот недавно тут на при шпандоре или к себе да кто помнит в последней серии вот так манжуров давайте пехоту инженеров и артиллерию самые такие необходимые формирования ну вообще самые необходимые формирования здесь это гвардейцы да давайте пока вот так оставим пусть экономика устаканится а то она сейчас будет вверх вниз это всегда вот такой вот естественный процесс призов ну но при новом и новом запуске виктории 2 вообще то что как бы экономическая система тут какая-никакая заявлено но она конечно требует доработки в целом вот она какая-никакая заявлено и поэтому тут она как бы стабилизируется приходит как бы в норму и так тому виду который необходим для для нормальной игры вот так скажу так интеграция финляндии что мы можем сделать нам нужен третий ранг сколько там нам до третьего ранга то надо подтянуть а вот черт знает америку надо обогнать и что нам делать на опять же наращивать военные силы да кстати на кавказе у нас достаточно немало войск но немного войск прошу прощения опять же пошли оговорки немного у нас войск на кавказе поэтому нужно как-то как-то не знаю креплять наши позиции на кавказе но в целом там персия даже нам ничем не поможет хотя конечно бы хотелось в плане того что очень бы хотелось чтобы персы стали нашими союзниками вообще так сказать и братьями по оружию но это они к сожалению не встанут ими только потому что у них есть претензии на провинции которые сейчас нам принадлежат индии мы кстати не дадим теперь разрастись по крайней мере не дадим прораст произрасти вот этим семенам британского оккупантства в индийском регионе вот но целом так я считаю что компания идет довольно таки неплохо много причин было конечно почему я исчез почему не не писал видео вот украинцы кстати признанное большинству меньшинство она считается большинством у нас являются русские в нашем с вами государстве османская империя вот он наш главный так сказать соперник один главный соперников русские патриоты восстали там на дальнем востоке сейчас мы с ними по поработаем салонники не находится в ладинах одной из двух то есть так или иначе надо бы для византийского проекта вообще надо бы греться тогда засверить на хрен турков вот я не взять не помню зачем мы даже их сфере ли в целом то странно как то так 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 ну там необходимы условия те что такие что нужно обязательно чтобы провинция не находилась во владении турков опять же османов вот я забыл на чем мы даже становились вообще бы надо вот эти вот осколки под названием польши финляндия что тут еще вообще их надо бы присоединять постепенно помаленечку и империю цинк конечно кушать но нужно докушать здесь вот это вот конечно же первую очередь о крестьянскую реформу дорогие друзья мы теперь можем провести то в 1861 году крестьянская реформа помолив шотором давша первом забыл в шестьдесят первом году до год начала гражданской войны в америке мы должны были провести ее сколько 29 лет назад до 29 лет назад ну что ж давайте проводить 1890 году что ж так что еще хотел досказать ну надо бы конечно империю цинк кушать пока она не разрослась конечно они что-то пока из себя представляют но опять же да кто-то писал в комментариях что португалии нужен проход войска это зачем ну ладно дадим конечно опять же для чего нужно кушать империю цинк сферить ее как бы по моему нельзя да потому что она автоматически она не сверится в толком то вот корею корею кушать из кушать корея наш вроде бы как союзник вроде бы как мы ее защищаем от японского оккупантство возможного дальнейшего вот я даже говорю я все позабывал все что есть все что все что можно все что нельзя в принципе блин карема насколько я помню мы защищаем от японского оккупанства говорю возможного которое может произойти так вот у нас статья забыл совсем о поставших русских патриотах у нас здесь на дальнем востоке 60 ты считает а у нас здесь оказывается готовы к высадке солдаты только куда вот а муж собирались японцами воевать так но мы будем воевать скорых китайцами в дальнейшем случае возможно пока да есть возможность пока допиливаем ее все-таки надо завершить дело до конца довести кач-кач мы опять же вот в сфере вот эти все маленькие государства до того чтобы опять же британцам не дать индию полностью взять под свой контроль соответственно потом индия может вырасти только из восстаний это на территории всей всего индийского региона соответственно это будут и британские колонии соответственно будут и наши колонии дамы получается владеем территории пакистан и нет пакистаном и получается владеем только западной частью пакистана вот или нет или нет или нет афганистан и не так пинджа белу джистан нет пакистан то вот он так мы же еще хотели у нас много на самом деле не завершенных проектов которые у нас так сказать с вами в разработке но и вряд ли мы за первую часть за первую часть вот после того после моего ухода после того как я ушел в принципе вряд ли что-то такое сегодня с вами толкуем сделаем хотя кто знает будем смотреть и думать вот тут британские либертарианцы восстали отлично конечно приятно виде что британцы борются за свои права так что еще что еще что еще камбоджа скоро скушают сиям аналогичная ситуация больше вот с польшей что-то надо бы порешать она не представляет для себя особой угрозы так-то в целом просто надо потихоньку ухудшать отношения раз во вторых потом исключить полное исключить вмешательство немцев в политику польши максимально то есть ответственно не дать им засверить если они засверят то это будет грозить нам большой и очень опасной войной вот так что еще бы я хотел сделать надо было вот на третье место поднять наш рейтинг соответственно это даст нам возможность присоединить финляндию который является напоминаем наш автономии ну и пока кстати хотел сказать на моем канале будет выходить пока только виктория 2 за российскую империю надо все-таки довести дело до конца я считаю вот их сегодня кстати 1 августа после первый день последнего месяца лета пока есть время так сказать да вот что еще пока все мы чем мы занимается сегодня будем еще пока все я не знаю что еще сделать в принципе за серию но будем просто-напросто поднимать наш рейтинг что нам в принципе в целом крайне необходимо нужно кляпать войска промышленность поднимать опять же что мы сейчас и делаем финансируем промышленность отлично михаил богданов умер генерал наш хваленый российский русский на пятое место постепенно спускаемся нельзя вот нельзя вот так делать вот там вот там по моему нет бутан сам по себе зачем нам бутан в бутане смысла нет давайте-ка поубираем абсолютно ненужные нам сферы влияния но имеется ввиду чтобы если что там контролировать ситуацию в регионе посмотрим болгария навал в болгарии принципе был на балканском регионе пока в принципе вот эта сама ситуация касаемо османской империи она в целом то вроде бы как под контролем пока что тут произошел маленький раз распад османской империи соответственно мы что тут мы будем поддерживать балканских националистов босни герцеговина мы будем принципе пока не будем пока в принципе трогать и она нам никуда не уперлась так надо бы улучшить отношения с китаем просто пока есть время и пока есть возможность чтобы ну так чтобы иметь в виду что у нас отношения неплохие египет египет то нам зачем нам не уперся египет османская империя османская империя на принципе нужно только для того чтобы получить доступ к суэцкому каналу напоминаю вам который принадлежит сейчас османом османы пока никем не контролируется в плане сферы влияния хотя немцы пытаются нарваться урвать в кусок ладно оставим дания нам нужно в принципе для только для того чтобы тоже как если будет возможность немножко сдержать германскую империю то ей мы обязательно воспользуемся империя цин так это пропускаем кач 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 мы будем серии только для того чтобы не дать британии получить полный контроль над индийским регионом чтобы не дать полностью бенетинью корею корея вот нам нужно ли не знаю сейчас скорее уже кстати за сферят японцы там соответственно будет заварушечка персия пропускаем она нам нужна польша польша мы скоро ее исключим из своей сферы влияния будем объявлять войну надо бы ее уничтожить пока есть время и возможность сербия так дружеской понятно свет черногория ну принципе все тут как бы нормально все как должно быть аман вот я не вижу смысла в омане мы видать хотим присоединить сферы влияния давайте посмотрим кстати можно ли объединить эмираты сферой влияния да можно получается за сферить корею убираем приоритет давайте аман сферить аман это получается вот и мусандам принадлежит провинция мы получается сферим шарджу только на двоечку поставим шарджа так шарджа нам получается на сколько раз государства два три и четыре четыре государства получается нам надо засверить чтобы получить чтобы объединить эмираты хотя опять же зачем нам нужна политика глобальная политика опять же который откроется только с 1930 года поэтому мы к не торопимся и отменяем целом вот это вот все пока что она нам никуда не уперлась на дорогие друзья вот ну все мы там вроде бы как подавили всех повстанцев на дальнем востоке которые нам требовалось сделать это нам это необходимо было просто и мы можем создать протектор от в натоите хорошо хорошо устанавливаем тут колонию отличненько колониальная карта а вот остров пасхи мы сможем ли колонизировать сейчас посмотрим так от какого от какого нам можно какой территории простите региона от острова мидуэй мидуэй остров мидуэй где он у нас остров мидуэй здесь у нас самая большая морская база мы посмотрим будем надеяться что никто на этот маленький кусочек оставшийся не не поглядит больше не по претендует вкладываем постройки чтобы опять же укреплять свой статус среди великих мировых держав вот ну и что сейчас пока играем а вот со следующей следующей серии наверно надо будет пробовать польшу уничтожить сделать своим сателлитом кстати на самом-то деле все можем проход войск пусть предоставим предоставляем потому что там им надо бороться с вот с этим французским нидерландским нашествием хотя конечно без помощи сильной руки они вряд ли чего добьются так что еще я хотел сделать но пока вроде бы все здесь войска у нас собираются и надо бы раскидать немножечко инженеров и пехоты получается 39000 39 33 вот 21000 у нас стоит здесь им как раз нужны инженеры и артиллерия что мы сейчас собственно и сделаем вот я хотел пока мы пока мы занимаемся дельными вещами хотела рассказать вам посмотрел я тут недавно фильм там много фильмов на самом деле посмотрел посмотрел я о осман об османской империи так прирост престижа отлично давайте экспрессионизм следом про османскую империю посмотрел там якобы обрисована такая картина что целом сама беда османа состояла лишь в том что они постоянно требовали да и вообще выбрали военный путь развития постоянной войны то есть насильно обращали в ислам насильно насильно тюркизировали так сказать так вот выскажусь интересно слово такое смешное вот ну и как бы соответственно от того и они распались то есть ярким примером того что они их политика была достаточно агрессивно можно привести даже пример тех же янычаров до которые состояли из не соврать бы из детей получается ну дети и христиан христианских народов полном из балкан чаще всего получается мета сербы да вот хорват и боснийцы раньше были крестьянами потом турки все таки там по так сказать поработали и боснийцы и по сей день остаются мусульманами а тем временем население наше растет но мигранты просто огромными толпами уезжает соединенные штаты америки а также в колумбии и бразилии ладно бог с ним это их дело пусть валят что это у нас что за кризис интересный такой италия прованс нам уперся ли этот прованс вообще провансик вот из-за этого кусочка надо огромную войну развязывать но не знают карта региона прованс а вот это что ли в итальянцы то многого захотели не знаю опять же это нас не если мы скажем что это нас не касается опять же если мы выберем ну что да мы заинтересованы в этом кризисе то вы верим как если мы не выберем какую-либо сторону вообще то это нам потом в престиж минус вылетит вот что что мне очень нравится чего и боюсь опять же если немцы будут заняты например м войной вот этой вот европейская не знаю европейская война это может так прозвать то соответственно у нас есть будет возможность уничтожить польшу стереть из лица земли хотя немцы тут тоже херню не занимается а давайте посмотрим сделаем вид что мы заинтересованы вид что мы заинтересованы раз посмотрим кто кого поддержит интересно австрия как нам плохо относится ничуть не знал сейчас если все на сторону италии встанут то франция это точно помилует себя сейчас будем ждать посмотрим так 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 что еще нужно сделать что еще можно и нужно сделать я говорю первоочередные цели у нас опять же расширение вот можно на дальнем востоке да вот на следующий выпуск возможно если он будет конечно взять китайский томск получается и монголию примеру да можно еще даже кусочек внутренней монголии откусить то есть китай потихоньку сжирать соответственно у нас появится больше возможностей для дальнейшего роста и в плане войске в плане экономики и в плане населения это отлично победили итальянцы нифига не тут взяли расширились то еще каламаны италия раз брюхо себе набивая до египет ухо египет воюют интересно с манская империя да нахрен на посередине не огромный у нас же приоритет должен быть на все это дело так и посмотрим кто нас союзника кстати я уж совсем забыл перемирие у нас китайцами до 1896 года ух долго еще аман сфере мы сейчас закончим дорогие друзья в следующей серии посмотрим там что можно будет сделать вот это еще пока как бы так сказать бета-версия моего возвращения гусара давайте так и стройка железной дороги кстати о железных дорогах на дальнем востоке это же вообще прям крайне необходимо ну и перса можно построить дороги своим принципе товарищем неким можно фабрика что чем кстати персии какие ресурсы вообще производить давайте-ка посмотрим давайте-ка посмотрим и вообще где можно посмотреть так примет снабжение где-то здесь карта добиваешь предприятие было вот и посмотрим что у них может быть на чем в чем-то они на первом месте производстве хлопка может быть хлопок давайте посмотрим персия даже рядом ни с кем не стоит рыба рыба тоже скорее всего она не сильно толкает миру да так сказать не рыбка то не вижу рыбку а вот она ну короче от персии то принципе толку как ник никакого хотя вот они производят есть у них железо да это немаловажный ресурс и уголь соответственно кстати очень полезные матери материалы ресурсы так и железо давайте посмотрим ажи сталь сталь да ну вот из стали по моему можно что-то полезное сделать давайте посмотрим можно хоть прошу прощения построим какую-нибудь фабрику сталелитейный завод опять же полезная штука можно построить у них там артиллерийский завод это у нас где провинция и рака джиме например на завод стрелкового оружия можно и можно конечно альтеры артиллерийский завод ну и по открывать все надо бы по открываем открываем по открываем луриста не расширяем фабрику на все эти проекты денег у нас точно хватит поэтому поможем нашим персидским друзьям конечно надо бы укрепиться в мировом рейтинге то мы треть плаваем то 5 то 4 опять же японцы нам в спину дышит а сша далеко ушли так я пока не буду ничего делать потому что количество войск который мы можем накляпать небольшое и что еще нужно поднять солдат из курска курс да на курс в смоленске вы до смоленске то зачем то мало живет давайте в твери тогда уж вот и все сейчас будет больше расти у нас количество наших войск которые можем создать швейцария зачем швейцария а швейцария что ли отказался своего нейтралитета интересно немцы там тоже на спину даже в плане мирового это вообще сферы в мире что они хотят засверить им вообще они по пятам идут в принципе здесь у нас как дела застырить бы все не засверить вернее заколонизировать бы все это так япония у ирония судьбы а зачем вам вы что с китаем пытаетесь сделать кстати а пишите роли истрия это где такие а есть австрию пилят ничего себе может быть это даже наш шанс хотя мы не справимся польша 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 поэтому сейчас подождите японская а японцы пытаются протектор от отклонить конечно так и пора бы пока они там ничего не наделали пора бы там тоже наводить свои порядки кстати но у нас пока мир висит мирное соглашение пожалуйста империцын пользуйся корею от хреначили и оперный театр но это уже это уже намного хуже это уже очень плохо так где 48 тысяч многовато будет 33 тут пойдет а хотя даже 33 не пойдет так вот сделаем по 30 эти 30 30 тысяч мы гоним с похоже будет война у нас скоро с японцами они тут там нам тоже в спину принципе дышит такой корпус огромный зачем столько ты солдат вы давайте-ка на границу с японцами идите помочь бы вам вообще империцын так то какие отношения можно конечно вам помочь так прирост престижа отлично что мы еще можем сделать колониальная миграция сделаем так счет денег процент грамотности нашего населения в принципе как таковой растет тоже прогресс уверены китайцы что без нас справитесь мы можем помочь сербия пошла в состав нашего нашей сферы влияния швейцария тут ничего себе вот это поворот интересно швейцарцы там у них только признанное большинство и все так вождение южно-тиролю уходили по нитерланды с этого и дайди вы не выигрывает сейчас закончим уже так надо с польши что-то решать там немцы просто вообще просто жгут сегодня сейчас мы немцев маленько подорвем здесь и закончим пожалуй и там уже подумаем что куда и зачем и как вот так ухудшаем мнение отлично немцы все скарабкиваются скарабкаться все пытается туда на тот олимп польский так 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 ну и все вроде бы опять на тыкал всяких этих штучек трючек что называется мисклики да ладно на сегодня все вот и вам серия после возвращения 13 серия у нас была вот ну что хочу сказать пока будем восстанавливаться посмотрим не гарантирую что опять же но и не говорю что это последняя серия как бы вот ну и не гарантирую что продолжение будет посмотрим там как бы не то что по настроению даже скорее по ситуации вот спасибо всем кто смотрел дорогие друзья ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал рассказывайте о канале друзьям ну и конечно отдельное видео я потом запишу касательно вообще всего контента и вообще будущее что касается все будущего канала какие там некоторые там мысли и размышления вот может быть даже это проведу прямом эфире не исключено ну и все на этом пока пока